Всем привет! Сегодня мы поговорим о турках, о менталитете и о турецких людях здесь. Я просто порассуждаю, расскажу свой личный взгляд. Я не претендую на звание истины в последней инстанции. Я не говорю о том, что вот так должно быть, а по-другому никак. Это просто мое мнение как человека, который здесь уже живет иное количество времени, прислушивался к моему мнению, либо нет, это ваш выбор, я на этом не настаиваю. И, собственно, каждый делает свой выбор. Я просто рассказываю то, что в моей голове есть мой опыт какой-то. Очень часто в письмах, которые у меня озвучиваются на канале, либо когда девчонки просто задают какие-то вопросы в письмах, то есть в моем контакте с девушками, которые не были в Турции, либо еще там только планируют переезжать, там наездами здесь бывают, люди, которые, в общем, не очень знакомы с менталитетом здесь местным. Для нас, например, людей из России, в частности, из Европы, особенно из Европы, довольно-таки непонятные нормы вот этого проживания совместного с родителями турок. Вы замечали, да, может быть, по фильмам вы видите, кстати, вот кто любит турецкий сериал, очень сильно заметно, когда, например, один большой дом какой-то, да, огромный клан семья, все живут, блин, под одной крышей, и муж и жена, и их родители, и их двоюродные, как правило, братья и сестры даже, или родные братья и сестры, или дети братьев и сестер и так далее, да, они такой большой цыганский табор назовем. Здесь в реальной жизни тоже такое есть, и вот эта клановость, здесь очень много моментов, аспектов, но я хочу сегодня акцентировать внимание именно на нормах, что окей, а что нет. Я скажу так, что здесь не все совсем живут со своими родителями всегда. Большинство, да, большой процент людей, здесь у них вот эта семейственность. Вы знаете, здесь свои подводные камешки есть, да, вот с одной стороны это классно, они все вместе помогают друг другу, а я вот здесь, например, могу видеть еще и подводные пути, такие как сплетни, козни, а вдруг вы их семье не понравитесь, да, а это вас будет прессовать, а рядом же есть с какими-то чужими людьми, это в принципе тяжело, это проблема личных границ, очень поднимается личные границы в таких семьях нарушаются. В общем, здесь очень много таких моментов, которые можно продумать, да, которые могут быть кому-то неприятны или непонятны. Так вот, о нормах. Очень нередко я встречаю, когда говорят девчонке, вот скажите, или на консультациях такое всплывает, ему там 45 лет, он никогда не был женат, живы с родителями, в частности с мамой или со своим папой. Никогда не был, вот это для меня уже здесь по местным меркам будет, что я уже задумаюсь, это не очень нормально, не очень, окей. Если, например, ему там, например, ну так же 35-40 лет, он уже в разводе, оставил там все в жене, вернулся к родителям, вот здесь это окей. Абсолютная история нормальная. Очень часто не только сыновья, но и особенно дочери, или уже с детьми разведенные, они возвращаются в дом своих родителей, например, ну если там с супругом их не было совместного жилья, они снимали квартиру и так далее. В общем, разведенный или разведенная, они возвращаются в родительский дом, так выгоднее не снимать нам квартиру, если свои нет и тому подобное, или там снимать всем вместе, чтобы денег меньше тратить. В общем, вот эта вот помощь после развода, быть с родителями своими, вернуться к ним, это здесь не зазорно, не стрёмно как-то. Это, ну, никто здесь особо не скажет, типа, да он вообще не самостоятельный, он к родителям винулся, типа, фу, отстой, ну он что, маминкин сынок? Нет, здесь это окей нормально будет. Здесь тоже местные подумают, а-ля маминкин сынок, и всё ли в порядке, когда парень, вот, не был ни разу женат, ему под 40 лет, больше 35, и он живёт с родителями. Ну, тут тоже так, тут не будут в лицо говорить, типа, высказывав, что это такое, но промолчат, ну, такие глазки сделают, типа, а-а-а-а. То есть каждый поймёт, какая-то проблема здесь существует. В придачу с ним идёт с копом у его папа. Мама не очень может быть хорошими характерами, да, сложные какие-то люди, какие-то проблемки в этом плане есть. Ну, люди так призадумаются. Тут же так же призадумаются, если там после 40 лет ни разу не был женат. Это тоже вызовет вопросы. То есть какие-то проблемки точно есть. Если мы берём возраст, сейчас молодое поколение турок, там, типа, студенты, там, кто начинает работать, какие сейчас тенденции на свадьбу, отъезд от родителей и так далее. Здесь мальчики и девочки встречаются до свадьбы. Есть кто, блин, с кем-то спит, простите, живёт, сожительствует. Но очень часто это, конечно, не так, как у нас. От родителей это скрывается. И если это молодые, там, от 20 до 30 лет, и если они сожительствуют до брака, это, как правило, когда они уезжают в другой город студентами, типа, говорят, а-ля, я живу в общаге, или мы с подружками снимаем квартиру, в самом деле она там живёт с парнем. Такое здесь бывает. Это, ну, скажем так, даже родители могут это знать, но, а-ля, там, типа, закрывать на это глаза. Все, типа, делают вид, что ничего не происходит, но все сами на самом деле знают, что происходит. Девчонки такие гордые, постарше, 30-ка, 35-е, они уже такие в поиске активного мужчин, у них, а-ля, желание запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Там уже немножко другая история, у них другое поведение. Там уже посвободнее, потому что какой-то доступностью своей определённой, они тем самым мужчин к себе, может, располагают. Это от тактики поведения тоже, да, девчонок зависит, но тем не менее. И в основном, конечно, в большем проценте здесь до свадьбы стараются не жить, не потому, что они целомудренные, правильные, а что скажут родители, а и вот эта вся история, да не в этом на самом деле дело. Я вам до этого видео говорила про манипуляции, потому что вот это сожительство, брак, помолвка, вот эти все моменты важные. Здесь очень огромные женщины. Женщина – это манипуляция в руках, скажем так, допуск к своему телу, к своей душе, в том числе ухаживание период, позволяю быть со мной. Вот эта вся история, держать, скажем так, на расстоянии парня и в сексуальном плане, и в плане общения, доверия, вот это всего, вообще всего-всего, это манипуляция, которой женщины успешно пользуются и учатся этому, скажем, с молодых вообще ногтей. Потому что оружие женщины, у мужчины здесь, я вам рассказывала, хохорятся, берут, например, в долги залазят, кредиты, покупают подарки, и как-то неоправданные какие-то траты делают, чтобы произвести впечатление, расположить к себе. Павлиница я это называю. А девчонки, в свою очередь, у них единственное оружие, это, скажем так, назовем свою а-ля невидность, да, вот это допуск к телу, целомудренность какая-то. И не важно, что он у нее, например, не первый, но он-то у нее у них первый, у них в первый раз отношения с ним складываются. Вот этот недопуск к своему телу, вот это там манипуляции типичные, обычные, они такой определенный торг этому идет. Поэтому в таких ситуациях большинство девчонок, они не живут до брака, они очень тяжело к себе подпускают, чтобы мужчина шаг за шагом доказывал, завоевывал, чтобы у него были определенные трудности, чтобы он знал ценность этой женщины. Вот такая здесь в этом плане политика. И вот в такие, да там, лет до 35, если мы берем конкретно какие-то цифры, временные промежутки, жить с родителями до этого возраста и парню и девушке нормально. Никто ничего не скажет. Пальцем и вискатом не покрутят, никаких таких комментариев не будет. Но если после 35 ты все еще не в каких-то серьезных отношениях, то тут тоже в лицо они, конечно, говорить ничего не будут, но призадумываются, это как бы напрягать будут. Так что, девчонки, когда вы в интернете знакомитесь с турком, он вам песни поет в уши, это действительно правда, что он ни разу не был женат, может с кем-то там чуть-чуть сожительствовал где-то, и он все равно продолжает жить со своим папой, мамой, там и все такое прочее. Повод задуматься. Если лет до 35 с родителями, это ничего здесь страшного нет, это окей, нормально, это наоборот даже особенно для девчонок, это показывает целомудренность, серьезность намерений и так далее, что типа она там под защитой в родительском доме и все такое. Здесь также есть самостоятельные, которые уезжают учиться, работать в другие города, они, конечно, ведут более свободный образ жизни в этом плане, потому что родители не надирают, не контролируют так сильно, у родителей просто нет вот этих рычагов давления, надзора в другом городе со своим ребенком. Очень многие студенты, либо кто из маленьких городов уезжает там на заработки, в общем, другую свою взрослую жизнь на самом деле. Чем, честно скажу по своим наблюдениям, чем дальше турок живет от своих родителей территориально, в другой стране, в другом городе, подальше от родителей, тем он свободнее, такой реальный, какой он есть, он освобождается от вот этого аипа, косых взглядов и оценки, от вот этого давления семейного. Чем вы будете дальше жить от родителей вашего избраника турецкого, честно, вам будет легче и проще. Чем вы будете жить ближе с ними, если вы вообще этого не хотите, вы не приемлете такие нарушения личных границ, вам тяжело, когда такие тесные связи семейные. Я бы вообще задумывалась, оно вам надо? Это, конечно, с одной стороны, по-бытовому удобно, когда там в соседнем доме живет тетя, мужа может помочь чем-то, да, или я только приехала, адаптируясь, мне язык улучшат, там, не знаю, на базар водят, алтынгеню собирают, все такое, я типа учусь, впитываю культуру, вот это все с людьми знакомо. Это, конечно, удобно, классно, но до поры, до времени, пока вам эта информация нужна, а потом вы захотите, когда адаптируете свое личное пространство, чтобы к вам гости меньше приходили, а вы их уже не выпните из дома, вы уже проложили дорожку, и потом уже личные границы можно выстроить, но это будет через обиду, через препятствия какие-то, через сопротивление этих людей, вам будет тяжело. Поэтому у нас у всех тут здесь девчонок, с кем я общаюсь, реально золотое правило, чем родители мужа, дальше тем лучше, свободнее дышаться. Но это не говорит о том, что их там не любят, их к ним не прислушиваются и так далее. Нет, просто турок, которые уважают чужие границы личные и не лезут очень мало, кто это понимает, потому что у них изначально, с детства, с поколения в поколение, межличностные границы в семьях очень тесные, либо вообще стертые, когда они живут вообще поколениями под одной крышей. От этого очень много личных, межличностных конфликтов, проблем, сплетен, ругань и так далее. Это тяжело и проблематично, имейте это в виду. Так что подытоживаем. Да, здесь живут с родителями, это нормально, окей, до определенного возраста. На мой личный субъективный взгляд, 35 нормально. Ближе штук 40 жить с родителями и не быть ни разу ни замужем, ни женатым, это уже вопросики возникают. Почему ничего не происходит? Тоже так задумаются. Если у вас есть, что дополнить, пожалуйста, делите своим мнением в комментариях, будет очень интересно почитать. Я всегда под видео оставляю свою почту, вы можете написать мне на почту ваше письмо от анонимов, в теме письма указать история, или если вы хотите консультацию у меня как психолога в теме письма, пишите консультацию. Спасибо вам за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!